Мы спрашивали нас, просто тоже наши читатели просили порекомендовать какие-то игры, как еще можно, значит, отточить этот навык, внедрить в жизнь ваши ценности и культуру общения и научить чему-то детей. Друзья, вот, пожалуйста, не пропустите, вот этот замечательный набор называется «100 игр на улице и дома». Вот «100 игр на улице и дома». Там 50 карточек, они вот такие, вот я отобрала для вас специально. На двусторонние карточки, на каждой карточке по две игры. Они вообще просто суперские, они на развитие, они на такие, на подвижные игры, на какие-то там с мечом, там с всеми делами, и на спокойные, вот вы можете сесть в семье, например, порисовать. Но, кстати, сказать, что вот эти карточки, они снимут вашу головную боль, если, например, вы не знаете там госпит, чем заняты с ребенком, там вообще, не знаю. Вот, пожалуйста, карточки вам помогут в этом. «100 игр на улице и дома», пожалуйста, не пропустите. Здесь на развитие памяти, внимание, моторики. Кстати, сказать, очень много игр, я вот все просмотрела, особенно вот это, посмотрите, да, моторное планирование. Это игры, которые такой двигательный, это не просто какие-то сборник игр, просто так от балды их собрали, лишь бы там это. Нет, это специально подобранные игры на развитие всех вот этих восьми функций. Воображение, памяти, мышление, моторика, короче говоря, там вот это вот все. И мышление, и вообще все-все-все. И речь тут и есть, и придумывать истории. Подвижные игры такого плана, которые позволяют ребенку, во-первых, научиться владеть собой. Это то, что вам потребуется в школе, но не вам, а ребенку потребуется в школе, когда на переменке побегал и побегал, а потом сел на 40 минут сидеть, владеть собой. Или, например, для маленького, вот он и рыдает, 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 а потом раз, его быстренько успокоился. Это вот здесь все тренируется. Это то, что вот как раз связь между двумя полушариями, вот эта вот предвигательная активность, вот при таких играх он тренируется. Развитие памяти, словарного запаса, речи, мышления, взаимодействия. А во время игры повылезает все. Кто-то кем-то недоволен, тот кого-то толкнул. В нашей семье мы решаем конфликты по-другому. То есть, ну, друзья, мальчики между собой дерутся, это нормально. Я тоже считаю, что за правое дело можно и получить, и понадавать. Ну, это тоже требует объяснения, конечно, да. Но внутри семьи мы не деремся друг с другом. Внутри семьи, ну и вообще, например, вы вообще не считаете, что мальчики должны драться. Вот у вас такой взгляд, тоже имейте право. Вы можете сказать, вы знаете, мы решаем конфликты словами. Мы решаем конфликты словами. Пожалуйста, вот игра. В игре все выйдет, все выйдет. Кто-то кому-то побежал. Ага, дай-ка я тебе помогу в игре, да. Раз помогли. Обняли его. В нашей семье все помогают друг другу. Играйте, да, Ивановы приехали к Петровым. Играйте. Семья на семью. Семья друг другу помогает. В нашей семье все помогают. Мы помогаем. Мы друг за другом. В нашей семье все стоят друг за другом. Слушайте, не пропустите. Замечательный вот этот совершенно набор игр. Играйте.